Продолжение следует... 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 Как-то раньше не сформировалось Это вот такой афоризм А сегодня у меня просто отлилось А что такое совесть? Начинают по-разному говорить Но бывает совесть сожженная Я вывел за свою жизнь, работая с этим словом И себя терзая на этом Совесть Тире Это тот участок души Не тело, не тело, не душа Участок души Через который слышится голос Божий Это мой афоризм Я выработал его, выпросил у Бога Что такое совесть? Многие святые отцы говорят Даже не повторишь никак Но они углублялись далеко Вчера мне скидывают одно стихотворение Вот у меня здесь много стихотворений Не в тех первых книгах, а здесь Все они по 9 куплетов 4 строчки в куплете, 36 строчек 36 А эпиграф, а на странице 42 строчки на одной странице И получается Присылали мне стихотворение 11 моих стихов таких туда 400 строк Я говорю, зачем вы прислали? Так это ваше стихотворение Это от вас взято Да вы что? Я стал смотреть, правда, много-много взято Но только оно написано ровно на тысячу лет раньше Немножко ровно на тысячу лет Я решил его на ролики насчитать Пригласил у меня брат Никита Он прочитал первое, где говорится о Боге А потом, где этот человек обличает Священников Архиереев Перечисляет целый реестр Уголовного кодекса Вы все такие Что вы делаете? Единицы только идут не этим путем Вы развратили народ Вы входите без страшного алтарь Вы причащаетесь К телу Господню, пылающим огнем Приступаете, как к сухарям, как будто бы Это о чем я говорю? Как надо готовиться к причастию? Так не я это говорю, дорогой мой А кто это говорит? Это говорит Только таких два человека я нашел Насчитывая жития святых и труды святых отцов Только два А из этих двух только один остается он Которого перевести на русский язык И Пеофан Затворник не посмел Он переводчик, знаток греческого языка Да как же это святой отец? Это третий человек Которому достоился одного звания Вслед за другими За всю историю Три человека в этом За тысячу лет было Я не называю пока, чтобы было Потом Как открытие сделано Архиепископ Василий Брюстельский Я у него просчитал это Московского патриархата Он говорит, объясняет Почему Пеофан Затворник Не посмел перевести То есть перевел и не опубликовал Потому что если считать его О нем можно сказать так Как говорится о некоторых Это были ангелы на земле Или человек на небе Хоть так, хоть так его называй И читая его, ты поймешь Что ты еще не начинал быть верующим Почти все так подумают Чтобы не убить в людях веру остатки Это третий человек Который достоился звания Быть богословом Первый, конечно, Ян Богослов Второй Григорий Богослов И третий Симеон Новый Богослов Это он написал И мне прислали перевод Он не в стихотворной форме Но особый там Каким-то таким Даже не Янбом Ничем В каждой куплете Как бы по 16 или 17 Что-то строк И я его полностью попросил Вчера насчитать Это в интернет выставили Перевел его Прекрасный знаток этого языка Очень известный человек Можно смело сказать Правая рука Патриарха Кирилла Метрополит Иларион Алтеев Это очень умный человек Музыкант И он перевел его И выставил в интернет Не побоялся И дал небольшое дальше объяснение Почему он Со всеми патриархатами буквально Особенно с Константинопольским Был в недружественных отношениях Почему? Ему Бог открыл Как таковой веры-то Православной А уж сегодня говорить не надо Практически-то ее люди не знают И он показывает Кто они такие Только не говорит о том О чем Андрей Кураев говорит Видимо еще это Голубого лобби не было Перечисляет Буквально весь уголовный кодекс Это все священника Как вы туда идете Как вы что думаете Теперь понятно Почему не опубликовали его Боялись А митрополит Иларион Алтеев Дай ему Бог здоровья Это опубликовал Вчера мы это Выставили в интернет Уже в начитке Там у него в истинном виде По совести Жить Это мука Это радость Из всех русских святых Только один Высветил это в одной фразе Один В чем смысл жизни Начинает Ну жить чтобы жить Как Пушкин ответил Вот тоже ответил Ем чтобы есть Ем для того Чтобы организм работал Поддержать А живу для чего Для стяжания Духа Святого Серафим Саровский В этом все В 8-9 Кремлинам говорится Кто Духа Христова не имеет Тот не его Ты можешь причащаться каждый день Ты можешь быть патриархом Ты можешь быть другом президентом Ты можешь канонизировать каждый день Матронушек А ты для Бога чужой будешь Духа Святого не иметь Это все извращать Все по другому делать Подыгрывать этой системе Безбожией Коммунистической Фашистской Демократической Ты будешь Все время С совестью Свою сделку делать Почему мне сегодня И пришло это выражение Свобода Совести В Духе Святом Не позволить быть Рабом земной системы Ты будешь смотреть Намного выше Все это временное Сгорит А по совести Бог Будет судить нас Вот об этом Я хотел сказать Теперь Смотрите на меня все Кто знает Кто принес эту книгу сюда Небольшая книжка 288 страниц Ну кто-то же принес ее сюда Называется она так Кудрин Иван Гаврилович Жизнеописание Священника И отца семейства Издательство Старовер Старобрядцы Издали ее Кто Покажи Пожалуйста Я повторяю В ней 288 Кажется страниц Я сделал 340 пометок И спеширил ее В те места Которые Ну из моей биографии Взятые Или моя из него Но я о нем не знал Что он перенес Начало революции Как что было Как обращались С ним Самые страшные воспоминания Это когда Встречались на пути Православные миссионеры Более страшного Говорится Отродья на земле не было Я никогда раньше Не отдавал Такому исследованию Сейчас увидел Нормальные отношения С неконенскими Этими священниками Как появляются Миссионеры Все друг против дура Дворкин приехал Все враги друг другу Где дворкин Там все Под воротню полезете Помолитесь Чтобы Бог остановил Это безумие В стране нашей Когда людей Друг на друга Натравливают Суды идут На кришнаитов Нападают Средизимы Могут выкинуть Миссионер Должен Знать Священное Писание Раз И как в Духе Святом И третье В любви Если этого нет Замри Сиди дома Не вылазь Я куда Если ты Не имеешь Этого Тебе не надо Ничего делать Только надо Плакать И считать Слово Божие И это вот Все я здесь Нашел И как они Ледовый Этот поход С белой армией Отступали Белая армия С меньшевиками И как они В Харбине Остановились Наконец Дошли А дорогой Там Братовьев Теряет Большие семьи Старообрядческие И ни один Большие семьи Восемьдеся детей Ни один Не пропускал Ни одно Богослужение В России И на них Смотреть Надо было Новообрядцам Как они Умели Любить своих детей Вчера Вечер посвятил Песнопением Еврейскими На меня вышел Еврей Он знакомый Второй разговор был И ему надо Покреститься Даже бойзно Называть Все это Эти которые Патриархиен Они бросаются Выискивать его И начинают его Бить И на него Жалуются Где узнают Где на работу Что-то Работа Выгнали Миссионеры Которые сегодня Это что-то Невероятное Делается Просто Легионы Какие-то В этих Миссионерских Отделах Совесть сожженная Ничего нет Этот еврей Выходит второй раз На меня Из протестантов Пришел Беседовали Как-то видимо Что-то И он пошел Крестить Я говорю Тогда я там Крещу Но правда В одно погружение У протестантов Видимо Харизматы Пошел Патриархию Иерусалимскую Первым делом Что сказали 200 долларов На кон Он говорит Так а я знаю Что за крещение Нельзя Все симонеты 200 Или пошел Он звонит Что делать Я говорю Там же Патриархийная Где есть А он уже До этого Сходил Там Отдельно Но Патриархийная Там находится Московская Патриархия Монастыря Не имеет права Крестить Пока тот Не даст разрешения Вот эта земная Система Убила Совесть Сожгла ее Крестить Человек пришел Я и Священник Какие еще Разрешения Это брать Священник Меня исповедует Этот человек Не убийца Не блудник Ну от протестантов Чистой жизнью Жил Знает Писание Крещение Все еще не получит Что делать Дай деньги Правда Этот На чужой территории Поменьше 100 долларов Только попросил Но доллар Ну понимаете Первый запросил По нашему 16 тысяч рублей При моей Пенсии В 6 тысяч Я 3 месяца Должен Не пить Не есть Мои мощи Надо принести Чтобы окунули Что делать Я говорю Не давай Ты скажи им Так Я верующий Я принесу Десятину Потом Пусть неделя Пройдет Чтобы никак Прокладка была Между крещением Чтобы вы то Не были прокляты Перед Богом Это проклятие Симония Несет Проклятие Бог говорит Проклинаю Ваше благословение Серебролюбцы Как Симеон Новый Богослов Там все Котоверение Пишет Вы только о золоте Думаете Вы бросаете Все Что только добыть Больше золота Больше денег Больше кредитов Больше стать банкирами Я говорю Подожди Помолимся Помолитесь о нем Звайте его Евгения Рискну назвать По фамилии Паде не найдут Его за неделю Успеет покреститься Чтобы патриархи Миссионеры Не задавили его Они везде Рискают Это что-то невероятное Какие-то Кучи каких-то Как называют Кодлов Патриархи Гиены Шакалы Мгновенно Он набрасывается Начинает Выгнать с работы Самой переписывается Преподаватель Университета Академии Мирский Красноярский Юрий Соболев Они напали Но получили По зубам от него И одновременно Он ведет курсы Патриархии Чтобы выгнать оттуда Как Андрей Кураев Вам передают Выгнать оттуда Добиться надо Везде Чтобы пошел нищим У него семья Дети И он им ответил Это не моя грамота Другими словами У меня-то видишь Образования нет Помолиться тоже надо Чтобы Вот это безумие Патриархийное И особенно Цезарский отдел И Миссионерский Называется Там Губительство Просто идет Вот я нашел Подтверждение Этому Все здесь Это и сто лет назад Было Это еще Рукоположен Еще До Начала века Кажется Или чуть попозже Некоторые моменты Вот запомнил Отвлекусь от этого Мрачного Он едет Ну наконец Китай их выдавливает Дети у него Сейчас в Канаду Там где-то в Австралию А он священник И везде строит храм И внутри у них Там начинается склока Свои священники Пожирают друг друга Вот эта книжка Она небольшая Она вызвала у меня Полное абсолютное доверие Он не скрывает ничего Как ставил его в Диакона Как он путался Как я боялся Как что делал И как там Где что делал И все пишет здесь Как полюбил Противостал родителям Они мы избрали одно Он говорит Нет, я полюбил вот эту Нюру Нюру вон идет Ну и нафиг Так это наши враги Я сказал Я на ней буду жениться И родители пошли на встречу А будущий тесть Его вызвал На ковер Ты знаешь Они все попрятались Девчата Говорят Из-за печки Моя невеста Только выглянула Когда отец сказал Ну-ка иди сюда Тебя свататься Пришли спряталась там И он стал говорить Скажи Как познакомился с ней Как познакомился Ну Как вы договорились А мы ни разу С ней не разговаривали Да ты еще не знаешь Пойдет она или не пойдет Пойдет она за меня А сам еще У него глаз один Кажется не видел И она правда пошла И какая была семья Примерная И здесь показана Какая она Фотография ее И вот когда они уже В Австралию переезжали В это время Жена вышла с ним На палубу С отцом Иоанном И сзади плывет акула Она посмотрела Говорит Это моя смерть идет Я не доплыву до конца Выйдут люди Все смотрят Акула Прямо В сет корабля идет Корабль большой Ничего нет Не болеет Нормально И вдруг у нее приступ Акула скончалась Он просит Три дня Хотя жара страшная Просит капитана Разрешите Довести Он говорит Не можем У меня инструкция Тут люди Тут зараза может быть Где-то завернуть холодильник И все заняты продуктами Ну куда мы ее положим-то Теперь дают брезент В него зашили Они отпели Тут же зашили Привязывают рельсу Специально такая У них уже сделана Как лодочка Нету С одной стороны Опускает А потом наклоняет И днище Не днище А стороны одной нету И она становится Почти вертикально И медленно скользит В воду И как похоронили здесь Даже теперь Ни могилки нету Не поклонись А ему Без слез считать нельзя Просто Дети ждут там И никто не увидит И он тогда стал говорить Прах и в прах Возвратишься Но прах-то из воды Возник Господь взял свое Он сам себя этим Хотя Утешить хотел Это в интернете Выставлено Я так Вы найдете Прочитайте Я не могу дать Надо узнать Кто хозяин принес Она повреждена Даже Оторваны Корочки Вот Немного Вчера Вешер посвятил Слушали песни Евреев Я своим говорю Вы слушайте Молодежь Внимательно Вот допустим Мальчики Вот 12 лет Нигде Это они Ни в храме Нигде Они отдельно Занимаются Нигде Большая группа 25 человек По одному Не бывает Нигде Все время С ними взрослые Это мусульман Мусульмане Они маленькие Хучат ползать Резать Маленькому Дают расстрелять Буквально шестилетие Дают пистолет Чтобы расстреляли Пленного сирийца У них все Убить 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 А у этих Израиль Прославляет Бога И Богу Яхва И поют Как это Аллилуйя Халя А в конце Отрывается Ха Халилу Ха У нас Получается Аллилуйя Так интересно Ну Как бы Выходит Не одно слово От них И вот Как они поют Которые Более Там лет 18-20 Они отдельно Поют Прославляя Бога За Иерусалим За веру Которую дал За избрание народа У них все время Патриотическое И сидит Мальчик Считает Видимо Ветхий Завет Он там Тору Сидит Считает Книгу Вытащил Вдруг Подходит Дед его К нему Это натурально Все Внук Сразу К нему Кидается А внуку Лет 12 Прижался К деду Видно А у него На голове Такая же Чебетейка Как Закрыть Танзуру Есть И вот Они с дедом Дед ему Говорит Показывает И видно Что он Мальчик Иудей И уже Все Идут К стене Плача И как Отмолится Руки Протянул На стену Облокотился Этот Внучек И вот Стоит И опять Идут Вместе Обнялись Он на костылек Опирается Дети Дети Брошены Нигде не бывают Только у русских Только у православных 24 часа Под присмотром И здесь Вот он говорит Ни один Никуда не выехал Ни один Имеет Такие большие Семейства 8-10 детей И ни один Никуда Все с ними вместе А можно ли Это сделать Нельзя Система Система Какая уже Здесь затвердела Православие Она просто Не позволяет Чуть только Сказал А что это за диктат Да что это Зазомбировали Ребенок свободный Тут и венальная Здесь ничего Этого нет Здесь есть Бог И ты за каждого Дитя Дашь ответ Перед Богом Я вот все Вместе соединяю Что за неделю У меня было И подошло К страшному суду Я увидел Как будто Кто-то подвигал К этому Вот в этом Покаяться надо Тоже Что дети Бывают без родителей И они сами Отдельно Чтобы сейчас Пошли Собрались Они могут Выпить Могут на лоно Природу поехать Там и все Но чтобы они Сейчас там Собрались И псалмы пели И учились правильно Петь по крюкам Как они Нет этого Нет И при том Это ни день Ни два Они все время Этим живут Курсы особо Открывают Молодежь Но все время Под руководством Старшего Я прикидываю Ну можно ли А то у нас Потеряйки На же этого нет Родитель против И сын никогда не придет Он рванул сразу Через Дорогу И уже дома И нельзя остановить Ничего нельзя остановить Почему Отец Отец держит Мать Ничего не может сделать Другой Другой так же А которые там есть Эти приходят Потому что родители Оба здесь Если один против Еще не будет Почему они друг против друга Не идут Ни мусульмане Ни иудеи Понятно Что у нас Чего-то не хватает Какое-то звено Выпало Где-то цепь Разорвана Мы это знаем Где Осуждение Других И все Мы русские Нам должен Весь мир покориться А мы В хвосте Вселенной Плетемся По медицинскому Обслуживанию Россия Находится На 73 месте Ниже Там кажется Конго Там еще Еще какие-то Зулусы Или кто-то Молиться Есть о чем Притом Молиться надо Каждый день Мы приступаем Ну масляная неделя Разгульная И прочее Это подготовка Наоборот К посту И дальше пост Чтобы мы увидели Вот я сегодня стоял И мысль пришла Большевики Хвалятся нас больше Да больше Так куда Великий пространный путь Ведущий в погибель И мало кто Находит путь В жизни Это меньшевики И левая партия Коммунистическая Всегда называется левая Почему не правая Но они могли сказать Мы правые Не везде Ну знаете И левая оппозиция Это уже коммунистическая Левая 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 Везде Почему Потому что Они в ту сторону ведут И даже в воинской Ну знаешь Когда в дисциплину Почему не говорят правая Левая Левая Раз два три А дальше левая Левая Значит это все не туда идет К левому Который стоит Отойдите Это все козлины Сарство С козлами будете Если Это будем идти влево Вот мне мысли Какие были Я поделился Ими с вами Что изберете Из этого полезное Пусть послужит По славу Божию Спасибо Христос Но прежде всего Конечно Страх Божий И знаете С него начался Страх Божия И я Слепим могу сказать Что Страх Божий Действительно От многого Меня удержал Хотя грехов Больше Выше Что называется И не перечислить Но Многих грехов И пришлось Слава Богу Вот этот Страх Божий Удержал меня А страх Страх Божий Был Именно Заложен В детстве Никто Вот специально Не говорили Что ты Боись Там Чего-то А Лицевые Картинки Так называемые Были У нас В семье Были Книги Священного Писания И были Лицевые Картинки Где Было Изображено Что Испытывает Грешник В аду И вот Эти Картинки Они Всегда Вставали Перед глазами В памяти Моей совести Она пробуждалась От этого Так что Детям Конечно Нужно Суметь Вривить Этот страх Божий Который Удерживает Их От многих Без И самой Главной Беды Вечной Гибели На сегодняшнем Дне Хотел сказать И говорит Господь На пир Соберите Ко мне И пошли Собирать И не пошли Званых Много Званых Мало Избранных Пошли Собирать По улицам Переулкам Собрали Нищих Увечных Тоже к этому Относится Как раз О страшном Суде И собралось Сколько там И еще В небрачной Одежде Был один И которого Выкинули В внешнюю Там где Червь Неумирающий Огонь И скрежет Зубов И стоны Постоянные И все Разговор Идет О верующих Людях В чем Дело Почему Так Говорится Когда идет Перечисление Там были И по Скромности Своей Те кто Был Праведники Говорят Господи А когда мы Это делали Для тебя Мы не помним Что для тебя То есть Такая скромность Людей Ну то есть Правая рука Не видит Что делает Левая Это понятно А вот Как На слова Господни Реагируют Те У кого Уже Сожженная Совесть Они Говорят Господи А когда Мы не делали Тебе Этого То есть Они даже Не замечают Того Что они Не поступают По законам Божьим И вот Как раз Об этом Семен Новый Богослов И говорит Это самое Страшное И они Себя Считают Верующими Людьми Не просто Считают Они Находятся Большей Частью Во главе Верующих Людей Потому что Как раз По этой Самой Скромности Эта Скромность Не позволяет Многим Из настоящих Праведников Подняться Наверх Он не пойдет Там Оплачивать Что-то Или что-то Просить За себя Зачем И Когда Кого-то Там Постригают Где-то Монахи Или Священники То Когда кто-то Говорит Я недостойна И так далее Это Называется У них Как обрядовая Такая сторона Это Ну это И правильно Ты хорошо Говоришь Что недостоин И правильно Это как бы Скромность Но Когда ты Это говоришь И уже Заплатил Что-то Или знаешь Что за Красивые Глаза Ну там По знакомству Называется Тебе уже Предоставлено Это теплое Местечко Высокое Выше Чем над Другими То это По одно А когда А когда Ты действительно Говоришь Я недостоин Молился Пред Господом Тайно Чтобы никто Не видел И Господь Тебе Ответил И каким И чем Он тебе Ответил Не просто Господь Явился И ответил Да Ты Недостоин Ты Недостоин Быть Яконом Да Не так Ответил А просто Тот Кто Стоял Выше Он Не Разглядел Твоих Способностей И не Возвысил Тебя А какое Должно Быть Возвышение Да Это Мнимое Возвышение Господь Же Сказал Что Вы Не Будьте Князьями А Будьте Слугами Если Хочешь Быть Первым Последним Стань Как Непонятного Этого И Вот Когда Это Вы Не Делали А Вот В аду Знаете Вы Когда Вы Не Делали В аду И Они Как Будто Прозревают Здесь А Уже Поздно И Это Все Говорится К тем Самым Которые Считают Себя Верующими А В толкованиях Блаженного Феофилакта Жаль Это Не Сказано В Библии Такого Точного Нету Феофилакт Часто Говорит Что Есть Люди По Это Для Себя И Подчеркнули И Сейчас Есть Те Кто Это Понимают Так Жи Именно По Видимому И Около Верующие Кажущиеся Верующими А Говорится Прямо Верующих То Есть Вот Какой Еще Посыл Здесь Госуду Слава Спасибо Христос Дай К этому Добавлю Что Семен Новый Богослов Он Не Первый Сказал Это Есть Еще Один Человек Я Это Тот Который Перевел На Латинский Язык Библию Специально С евреем Был Он Около Тридцати Лет Провел В пещере Переводя Священное Писание Подбирая Смысл Для Тех Времен И Столетиями Это Лучший Перевод Был Для Них И Он Написал Большой Трактат Называется О Нравственности Священства Вот Чтобы Понять Как Уважаем Он Пользуется А как У нас Иоанн Златоуст Так В Западной Цирке Он Святой И у Нас В наших Святцах Он Записан Четвертый Век 420 Он Умер Я О нем Упоминаю К истинному Православию Что Ссылаюсь Наш Труд Может Со времен Иронимо Не было Такого Труда Чтобы Выстретить Все Это Когда Он Написал Этот Труд Ну Писал Не для себя В пещере Он Язычником Попал И они От руки Тогда Не было Ксерокса Телефона Не было Они Узнали Говорится И Стали Переписывать Язычники Распространять По всей Империи Его Этот Труд Это Было Шоком Для Церкви Шок Настоящий От него Самые Близкие Друзья Отвернулись Да Ты Злословишь Ты Мать Церковь Поносишь И Что Только Ему Не говорили И Обвинили Его Вне Православия Иронима Стридонского И Он Говорит Допрашивает Я Отвечаю Не Верят Что Я Должен Сделать Что Он Перенес А Вот Эти Упреки Прочее Ян Златоуст Говорит Переносится Труднее Чем Болезнь Чем Если Батыл Проказы Прокрытый Он Выдержал Ее Все Но Когда Три Друга Начали Его За грудки Бога Взял Но Дальше Мы Увидим Что В конце И Друзья Все Оказались В стороне И Господь Говорит Пусть Он Принесет За вас Жертву От вас Я Не Приму Жертву Вы Неверно Судили Они За Бога Заступались Такие Патриоты Сегодня Назвали Вы Там Какую Организацию Там Патриархий Католические Вот Что Надо Помнить Когда Слушали Стефана И Он Пересказывает Историю Израильского Народа А они С детства Это Знают Как Которые Мальчики Поэта И Дальше Он Друг Все Хорошо Аминь И Отпустили Пошел бы Домой Но Он Понимает Не Для Это Все Говорил Я Сказал Для То Что Сказать То Что Скажу И Он Сказал То Что Семен Говорит Кого Из Пророков Не Комнями А одежда Серег Сав И Юноша Такой же Ревнитель Такой же Приверженный Своей Системы Земной А Господь Ждет его На пути В Дамаск Сирии Где воюет Там Другие Снаряды Для него Бог Приготовил И ударил И говорит Ты меня Гонишь Ты Не Христиан Ты В них Не Увидел Меня Самая Большая Это Беда Так Было Павла Когда Арестовали Его Когда После этого 40 киллеров С лишним Готовились убить Его на Антониевой Лестнице Воины Тащили И вдруг Он говорит Позволь слово сказать Ты греческий знаешь А ты может тот Февдо Иуда Который Нет Я местный Я иудей И стал говорить И замерли все Но как только Он дошел до того момента Когда они распяли Иисуса Не приняли Мессию Постанного Богом Которого Они ожидали 1600 лет С Моисея И не приняли Пришел к своим Как они возгорелись Крежетали зубами И пыль бросали вверх Вот как было Нужно найти Этот ключ Где не смотреть Как тебе относятся И ударить в сердца людей Вот сегодня Я не знаю Чтобы с кем сравнить Как они на нападки Может быть Больше чем На меня Нападают Только на Патриарха И на Путина Больше не на кого Буквально все силы Ада поднялись И на книги И где сказал Где что Ну самое маленькое Где вот что есть Все Созвонились Напали на нашего Митрополета Сергия Патриаршего Что он к нам Приезжал Вы к кому ездите Его учат Они Того уже не надо Искать Максима Он в другом месте И мы разговариваем По телефону Он говорит А что это за люди Такие Ставятся Но набрать Не хватает И что на жил Жасвидетели Написано Не хватало Ну Было много Обвинителей На Христа Было А мы слышали Говорил Храм разрушил Три дня Ну и проще И вот здесь Значит господь Узрел Что там Мы считаем Велика награда Ваша на небесах Когда незаконны За имя моё Будут По слову Божию Во имя его будешь говорить Тебя будут поносить Преследовать Мне нужны Ваши молитвы Просто Господи Поблагодарить Первую очередь Благодарься на молитву Загонение Господи Это великую честь Мне оказал Господь Испытать это всё На земле Это Великое счастье Которое никогда Не повторится В вечности Будут муки И будет радость Но пострадать За Христа Можно только На этой земле И Господь Ну видимо Могин всё Что есть учёл И сказал Теперь он выдержит Это всё Ну и правда Всё так легко Проходит И новые-новые мысли Приходят Высказать только Благодарность Богу И чтобы этим Не знаю как Хулить или они Сто процентное На суде Божьем Бог не вменил этого Простил их Они не знают Что творят Вот сейчас патриарха Гвоздает со всех Кто он Предатель Иуда Изменник Сатана Трудно сказать что И меня со всех сторон С Америки Спрашивают Вы-то что молчите Ну вы-то Скажите своё слово К вам такие Столько людей прислушаются Я одинаково отвечаю Патриарх Не виновен ни в чём Перед вами Ни перед чем Ему нужна помощь от монахов Чтобы молились за него Он ничего не сделал Противозаконного Противоканонического С папой был Ну что он должен папу Плевать или что Ну вот И со всех сторон Как целовался Фотографию показывает Там просто дорого Просто полное сумасшествие Я не успеваю смотреть Каждый день Накидывает и накидывает Ну посмотрите Дайте отзыв Один ответ Он архипастырь И он благословенный Молитесь о нём Патриарху нужна помощь Так же как президенту На него готовится непрерывно Покушение И это явное дело Как на Рамзана Кадырова Вот три фигуры у нас В государстве Которые под яростным Отстрелом Находятся сегодня уже А от кого это уже Бог разберёт Но только С уходом этих людей Что-то изменится Боятся что Патриарх втягивает Предал православие Какое православие Я их спрашиваю Вы что на него напали Что патриарх установил Это крещение Которое крещением нельзя назвать Локрой ладошкой по голове И сейчас пишут В пустынях крестили песком Монахи Против меня выступают В пустынях крестили песком Ну покажите где Один случай был с евреем Монахи Ну не знали Что дальше делать И когда пришли Дионисий говорит Епископ Не выдумайте Идите крестите Почему дальше не читать Там через запятую стоит Они отрывают А он песком крестил Да его никто не признал В этот же день Когда пришли Его крестили на Иордании Вы что вы думаете То есть ложь Измена Предательство И поэтому О патриархе не просто Утром поминать А целый день И неоднократно Что Бог укрепил Ему нелегко Ему очень даже нелегко Мне сообщили это Он сильно переживает Конечно Выступил Алфеев Тут есть священники Но говорят они Я их слушаю Которые как заступаются Но не совсем убедительно Не эти слова нужны народу Нужно признание ошибок Сейчас показывают в интернете Один священник Благовестник написано И идет по вагону Православный священник И начинает говорить Мы православные Заблудили вас Только свечки ставите Мы только о деньгах думаем А сам в форме Священнической И идет Говорит Вот с этого надо начинать В интернете выставляют фамилии Все у меня Он скинут и ест То есть Наконец-то дошли Без этого никак нельзя Еремим Бог посылает И говорит Я поставил Я пророкам Разрушать Уничтожать И дальше И только в конце Созидать Ну вот сейчас Бомбят В городе Ни одного строения Что делать Строить Что строить Сначала убрать Это надо Что набомбили И вот то что Хотим установить Хорошее отношение С постаробрядцем Нужно сделать Как русско-зарубежная церковь Со всеми вместе Епископами Принести покаяние Вон в кристином православии Есть и подписи Птихие Лавра там Все Принести покаяние За столетия гонений Родных Своих Близких Которые вчера Еще молились Двуперстные И вдруг сегодня Пальцы им рубят За то что они молятся А мы приняли закон А кто вас Благословил на это А теперь патриарха Никто не благословлял Еще у патриарха Спрашивают В чем тогда его Путин у кого должен Благословляться Мы избрали такого Говорит Чтобы он сам соображал Не ждал Когда Манька-Ванька Позвонит И здесь тоже Я не нашел Ни одного обвинения В сторону патриарха На который сказал бы Ну тут он не прав В данном случае Он ничего плохого не сделал А католично Сказали все Вы оглашенные изъедители Выбросили Посты понарушали Которые в церковь ходят Больше 90% Посты нарушают Люди вообще А чего я Ну первую неделю Последнюю А кто так учил Зато он скажет У царя Семь дочерей Ну ты почти Первый Последний А знаете Понравится царю Или нет Недели Это установление Божие Вы знаете Тайна какая Заложена В них Я тоже не знал Посты у нас Всего Неделя Пять дней В неделю А субботу Считается Растительным маслом Во время Переноси С точностью До полдня Бог берет Свою десятину А только Златоуст мог Это найти Вот математика 36 с половиной дней Пост идет Это доказывать не надо Это каноны говорят А в году Ну 365 Бывает она 366 Вот чем Нужно заниматься Сегодня Потому что Их причастию Гонят Ничего не понимают И писания Не знают То есть Давно католичны Бритые священники Никогда этого не было У них разрешено Быть масонами А тут Кем Друг на друге Жениться И поэтому Это уже До патриарха Было принято Но папа Его затягивает И он теперь И все говорят Это Путин Их развел Обоих И там вот Я говорю А вы из старой Зарубежной церкви Как втягивали Только признать Канонический акт Так А после этого Давайте все в нас И кто не вошел Гвоздать его Он безблагодатный И проще Так Так И теперь вас постигло Это самое И притом Недалеко это было И уже ничего Нельзя сделать Почему Ну Чем согрешил Тем обращуется Страдающей плотью Перестает грешить Теперь вы поймете Что предательство Зарубежной церкви Было подстроено Которые там были Ушли Столеть Они уже На Бытовом уровне Не разрешали Общаться А мы то В то время общались И признавали Благодатность Московской патриархии Но они не этого хотели А полностью Всосать Вот это хочет и папа Чтоб всех Под свою туфлю Но это не сегодня Претензия Она при Александре Невском Была Ну об этом говорит Что бог Не в силе А в правде Когда шли эти рыцари Поэтому Во всем надо Освящение И знать о чем молиться Выбирайте свободные Минуты Пенсионеры Семь раз В день Становитесь на молитву Что смеетесь Выбирайте время И все время Включите то О чем я говорил Что бог сохранил Дал духовное рождение Патриархам Папам Епископам Священникам И пасте Без духовного рождения Никто даже мы так что Не будет проходить Не может увидеть Сарствие Божие Все Спасибо Христос Полагаю Что Больше Говорить Осмыслить то Что услышали И молиться О том О чем Нас Просили Сегодня Молиться Далее Песнопение Занятия Достойно Есть Около Истину Блажите Тя Богородицу Пресно Блаженную И Принепорочную И Матерь Бога Нашего Честнейшую Херувим И Славнейшую Бессонни И Серафим Безестрения Бога Слова Родшую Сущую Богородицу Тя Величаем Господи Защити Родину Нашу От нашествия Наплеменников От внутренних Распрей От беззакония Которое Втайне Останови Делающих Зло Просвети Правителей Страны Нашей Чтобы Вы принимали Мудрые Законы И всех Начальствующих Также Просвети И защити Людей Не познавших Тебя Обрати К истине Чтобы Божественная Любовь Твоя Коснулась Каждого Сердца Священники Которые Не служат Тебе Как Должно Пусть Покаются В небрежении Своем И проповедуют Смело И на славном Об Иисусе Христе Господи Праведны Суды Твои Над Россией За то Что оставили Тебя И Слово Твое Изреченное Святой Библии Прости Нас Господи Владыка Жизни Что сокрыли Имя Твое Бога Его Дух Святой Да наставит Нас Не признавать Никаких Иных Богов Вопия Алва Отче Господи Научи нас Семикратно В день Прославлять Тебя За суды Правды Твоей Тебе Хвала Слава Чести Поклонения Пресвятая Троица Отец Сын И Святой Дух Аминь Семикратно Дух Семикратно Аминь Семикратно